7-дюймовый планшет китайского производства Ainola X1. Как некоторые выбирают себе устройство? Заходят в интернет-магазин, разглядывают красивые картинки, они там для всех устройств красивые, смотрят на стоимость и на технические характеристики. Чем ниже стоимость, тем лучше кажутся технические характеристики. Но не бросайтесь сразу оплачивать товар. Сначала почитайте отзывы реальных пользователей, тех, кто уже попользовался планшетом, и посмотрите обзоры на YouTube. Можете, например, мои посмотреть. Вот смотрите, стоимость этого планшета 136 долларов. В том магазине, в котором я покупал, на момент этого обзора. За свои 136 долларов у него очень хорошие технические характеристики. Смотрите, четырехъядерный процессор MTK8389, ядра Cortex-A7, работающие на частоте до 1,2 ГГц, видеоускоритель PowerGIS 544, 1 ГБ оперативной памяти, вполне все современно, 8 ГБ флеш-накопитель и поддерживает SD-карточки, поэтому можно расширить. Вот под этой крышечкой находятся два слота для SIM-карт. Через оператора сотовой связи можно выходить в интернет через 3G, либо звонить и отправлять SMS. То есть этот планшет можно использовать как обычный телефон, но в интернет также можно выходить через Wi-Fi. Экран 7 дюймов с разрешением 1024 на 600, две камеры, передняя 2 Мп, задняя 5 Мп с автофокусом. С таким же разрешением камера стоит в Nexus 2013 года, нового поколения, поэтому все в тренде. Есть HDMI-выход для подключения к телевизору, этот планшет можно использовать как медиаплеер. Full HD видео воспроизводит, на ваш большой телевизор выведет. Батарея 3000 мАч, Android 4.2.2. Система, есть навигация, GPS, я думаю, есть GLONASS, об этом я чуть позже поговорю. 3G, как я уже сказал, Bluetooth, Wi-Fi, звонки, SMS. То есть здесь есть все, что нужно в современном планшете, ну кроме там всяких малоиспользуемых технологий. В общем, я считаю, что это полный набор. Но посмотрите на экран. В магазинах чаще всего к таким плохим экранам пишут TFT, ну или TN, а некоторые очень хитрые пишут LED. LED это означает подсветку. Никакого отношения к матрице, которая формирует вот это вот ужасное изображение на этом экране, LED не имеет. После того, как я поподробнее изучил этот планшет, я понял, что самое лучшее в нем, что было, это вот эта вот упаковка. Я реально думаю, что она выдержит, если я на нее встану. И это я проверю чуть позже после обзора, а то вдруг не выдержит, и все-таки планшет сломается, обзор сделать не смогу. Давайте, почему он мне так не понравился. Ну вот эта вот крышечка, начну с нее. В некоторых источниках написано, что это алюминий. Это не алюминий, это крашеный пластик и крышечка тоже. Она очень плохо закрывается. Да ладно, закрывать не буду. Во-вторых, качество сборки. Посмотрите, если я буду нажимать на... Ну, просто держать, наверное, вам не видно. И слегка нажимать на заднюю крышку. Не сильно, никакого фанатизма. Видите, появляются разводы. Это говорит о том, что здесь как-то внутри все не очень хорошо скомпоновано, и какие-то части давят на матрицу. Дальше. Посмотрите на качество сборки. Наверное, вам видно уже не будет. Раньше здесь была побольше щель, сейчас она уменьшилась. Ну, давайте все-таки продемонстрирую. Я вот, видите, нажимаю, она туда проваливается. Еще иногда жутко хрустит, но, видимо, я сейчас защелкнул. Ну, там защелочки, наверное, защелкнулась, поэтому хруста не слышно. Во время распаковки не заметил, но уже после нескольких минут, прошло несколько минут после распаковки, я обратил внимание вот на эту огромную щель. Посмотрите. Вот я сейчас ничего не нажимаю, вот она. А если я вот так вот немножко возьму, то здесь пол вот этой вот передней панели просто вываливается. Это ужасно. Ладно, это еще полбеды. Пошли дальше. Тач. Сейчас для разработчиков показать нажатие, показать касание. Что-то мне в последнее время с тачами не везет. Посмотрите. Я сейчас включил режим, в котором будет показываться все, вот как я двигаю. Видите, вот эта полоска. Это я так двигаю по экрану, видно, как я прошелся. А вот здесь вот снизу она все время прерывается. Я сначала понять не мог, в чем дело. Очень часто не нажималась кнопочка домой. Ну, через раз, через два. Потом до меня дошло проверить тач. Дошел вот как раз до проверки тач, и вот что выяснилось. Если я его держу в руках, еще более-менее срабатывает. Хотя все равно прерывисто. А если я вот так вот положу на стол, то вот этот низ экрана, тач, вообще перестает работать полностью. Вот здесь он работает, здесь не работает. С чем это связано, я не знаю. Вот такое вот недоразумение. Ну и насчет качества еще сборки. Если его вот так вот потрясти, вы, наверное, слышите. Ай, я-мое, вы, наверное, слышали. Улетел он у меня. Сейчас достану. Кнопки очень сильно трясутся. Кстати, насчет китайской продукции. Говорят, она не очень стрессоустойчивая. Он только что у меня пролетел метр, при том, что я его довольно сильно тряс. Давайте еще раз. Слышите, как... О, а это что за хрень? Аксили. Ну-ка, не понял. Это я кнопочки зажал, поэтому сейчас не будет трястись. Какая-то новая... Слушайте. Ну, честно говоря, большой плюс этому планшету, то, что он у меня из руки так вылетел, далеко улетел и выжил. Так что, я думаю, в этой коробке, даже если она сломается, он тоже выживет. Ладно, а теперь давайте я расскажу, почему же я думаю, что здесь есть GLONASS. Во время тестирования GPS обратил внимание на 193-й спутник. Видите, инвертированный. На карте он показан треугольничком. В этом приложении треугольником показываются спутники, которые принадлежат группировке GLONASS, а не GPS. Я взял еще два планшета на таком же самом чипе 8389. Здесь 193-й есть, и здесь 193-й есть. Хотя ни у одного этого планшета не заявлена поддержка GLONASS, и у этого чипа тоже не видел ни слова про GLONASS. Странно это все, но из этого я делаю вывод, что либо это приложение глючит, которое показывает координаты, GPS-тест называется, либо у этих планшетов, у всех на чипе MTK8389 есть поддержка GLONASS. GPS работает сносно. Ни от GPS, ни по не нужны. То есть, GPS можно пользоваться без интернета. Это плюс. Теперь перехожу снова к минусам. Камера, вот эта вот, которая 5-мегапиксельная, с автофокусом и вспышкой. Вот кадры со вспышкой. Это та полочка, где лежат мои устройства. Ничего не видно. Так что вспышка, это так, для галочки. Вот это видео в Full HD. Я боюсь, вы не увидите, что здесь происходит, но вся картинка мутная, поэтому... Ну и фотографии. Вот фотография, 5-мегапикселей. Нет, давайте, вот это, наверное, лучше получилось. 5-мегапикселей-то есть, но это муть-мутью. Я думал, может быть, как всегда, пленочку какую-нибудь забыл снять. Но были у меня такие случаи в прошлом году с Fire. Но, поверьте, тогда пленочку снял не улучшилось, и здесь тоже не улучшилось. Поэтому камера 5-мегапикселей полная ерунда. Насчет динамика. Разговаривать вот именно как по телефону, ну, приемлемо, нормально слышно. А вот если разговаривать в Скайпе, то меня слышат хорошо. То есть микрофон нормальный. А вот я слышу какой-то бубнёж. При том, что ещё эхом уходит. Я разговаривал с мамой. Мама говорит, я слышу себя эхом, что-то я бубнёю. Я говорю, да, бубнишь. И вот этот вот динамик, который для громкой связи, музыки, тоже дребедень. Сейчас, где музыка? Вот музыка. Просто я бы не стал это показывать. Я бы сказал, что он хрипит. Но просто некоторые пользователи, фанаты каких-нибудь брендов, постоянно меня упрекают в том, что я обманываю там, или плохо протестировал, или неправду говорю. Не знаю, слышно вам или нет, он хрипит. Поэтому в последнее время, если что-то, какой-то недостаток, я стараюсь это показать, для того, чтобы не обвиняли меня, что я, например, придумал это, или что-то не дотестировал. Давайте ещё раз в галерею зайду. Покажу, сколько работает от батареи. При полной... А, нет, это не полная нагрузка. Это воспроизведение фильма в 50% яркость 5 часов 2 минуты. Кстати говоря, я фотографирую планшеты, для того, чтобы было видно, что это планшет, а не что я нарисовал это в фотошопе. При максимальной нагрузке Эпик Цитадель работала 100% яркость 2 часа 58 минут, но здесь есть какие-то косяки с батареей. Посмотрите, шёл-шёл разряд, потом вот такие вот резкие всплески. Это не очень хорошо, это говорит о каких-то проблемах с батареей. Ну и потом, видите, вот здесь вот очень долго стоит на одном уровне. Ну, вроде бы о недостатках всё, наконец-то. Если после этого всё ещё хотите его купить, что о плюсах-то рассказать? Рил Рейсинг 3 идёт, FIFA 2014 идёт. Могу Рил Рейсинг показать? Для того, чтобы вам было видно, что происходит на экране, я повернул так планшет, а сам практически не вижу, куда еду. У меня весь экран какой-то серый. 169,97. Другие игры показывать не буду, покажу результаты тестов. Эпик Цитадель выдаёт 69,2 кадра в секунду. Неномарк 2 выдаёт 50-51 кадр в секунду. И Антуту выдаёт 13661 попугай. Вот здесь вот процессор, тактовая частота, 1,2 ГГц, а 4 штуки. А то некоторые говорят, что у них в прошивке 1 ГГц. Нет, здесь всё нормально, 1 ГБ оператива. Тут всё нормально. Неплохие результаты тестов, но всё, что я рассказывал в первой части про этот планшет, просто убивает его как устройство. Укладываем работающий планшет в ту коробочку, в которую он мне прибыл. Вот так он лежал. И накрываю крышечкой. Представим, что это наша почта доставляет посылку. Вот так вот они потоптались. А потом мы достаём, а планшет всё ещё работает. Продолжение следует...